Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Кир Ященко, а с нами на связи Александр Фридман. С моей точки зрения, один из лучших консультантов области стратегического развития бизнеса. Автор книги «Вы или вас?» Профессиональная эксплуатация подчиненных. Предприниматель и в целом замечательный человек. Итак, с вашего позволения, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Кир. Спасибо за лестную аттестацию. Стараюсь соответствовать. Ну, первый, наверное, вопрос к вам. Это как удалось достичь таких успехов? С вами работают, наверное, одни из самых сильных и крупных компаний. Российских, да и не только российских. В чем секрет успеха? Волшебная палочка. И, в общем-то, ну, что главное в этом? Тут, вы знаете, наверное, к сожалению, волшебной палочки нет. Наоборот, я как раз в своих методиках все время акцентирую на то, что вот этой самой палочки-то нету, да? То есть, ну, на мой взгляд, субъективной. То есть, я как раз... Я как раз очень стараюсь убедить своих слушателей в том, что нужно всегда подбирать себе систему инструментов, а никак не искать вот эту самую одну волшебную палочку как панацея. Ну, это я так с порога вцепился в тему, да? Ладно? В итоге, ну, мне лично, наверное, что дало? Ну, возможно, что, во-первых, какая-то изначальная, наверное, вначале природная склонность искать всюду систему, да? Вот я большой сторонник поговорки, что любая случайность – часть незамеченной закономерности более высокого порядка. И базовое какое-то инженерное прошлое, да, оно в итоге подтолкнуло к тому, что когда я занялся в 88-м году, как сейчас принято говорить, предпринимательской деятельностью, тогда это был кооператив, конечно, вначале, то я с самого начала все-таки старался складывать темы, вот как-то историю системно. То есть, подводить какие-то структуры, да, то есть, какие-то общие правила, вводить какие-то закономерности. То есть, техническое образование, оно в этом плане? Да, но инженерное прошлое, как я говорю, давит все-таки, да? Вот, ну, систему дает не только техническое образование, а гуманитарное, в том числе и фиология, например, и музыкознание, там, языковедение, там очень интересные есть вещи структурные. Вот, ну, наверное, вот это. А потом, ну, в консалтинг-то, в общем-то, я пришел, наверное, случайно. То есть, я в своих компаниях, в которых был соучредителем, внедрял интуитивно достаточно, естественно, определенные вещи, потому что я не был, естественно, тогда ничего не знал о менеджменте, имел стаж управления в советское время, но это трудно назвать менеджментом, есть какая-то практика, да? И я что-то внедрял в своих компаниях, и во время встреч с друзьями-кооператорами, там, когда мы обменивались какими-то сложностями, историями, мне вот что-то рассказывали, и я иногда говорил, слушайте, а вот я это у себя так сделал, да, вот в моей фирме это вот так, да? Вот, что-то они внедряли, и что-то у них получалось, я получал обратную связь, и потом мне пришла в голову, как мне тогда показалась гениальная мысль о том, что, ё-моё, это же скольким людям так может быть полезно, да, вот, типа, я так что-то изобрел такой термин дебильный бизнес-доктор, решил, что я изобрел новый вид бизнеса, потом оказалось, правда, что этому велосипеду уже 200 лет примерно, что консалтинг зародился в 19 веке, цитирую Остапа Бендера, какой удар со стороны классика, да? Вот, но, правда, потом, раз оказалось, что это уже изобретено, то, значит, есть уже какие-то методики, и можно велосипед, в общем, не изобретать, а сначала изучить уже изобретенные кем-то конструкции. Вот, так оно и пошло, а в 93-м я в итоге так окончательно решил передвинуться именно в консалтинг, потому что мне показалось, что это интереснее, чем, в общем, выстраивать свой бизнес, куда-то именно свой бизнес не консалтинговый, в какие-то большие системы, вот, кратко так. Ну, а там дальше вот пошло, пошло, пошло. Можно сразу тогда вопрос, ну, из серии, вот, есть такой, где есть стереотип, да, что учить, как бы, должно быть легче, чем делать самому, вот, вы как, ну, изначально же не в консалтинговом бизнесе начинали, вот, как, по-вашему мнению, я, наверное, вот, искренне хочу попросить вас разбить этот стереотип. Ну, да, есть такой стереотип, что не умеешь работать, иди руководить, а не умеешь руководить, иди учить, да? Ну, на мой взгляд, этот стереотип сложен как раз непрофессионалами. Все зависит от того, как руководить и как учить, да? Если руководить по принципу, дурное дело нехитрое, сделай важный вид, надуй щеки и гноби людей, да, там, дрючих, там, строй и так далее, да, и не позволяй там сомневаться в своей непогрешимости, тогда, конечно, руководить легче, чем работать, да? А если считать, что преподавать это тоже, забраться на трибуны, нести всякую хрень, благо люди слушают, да, лоху кидать не за подвох, то, в общем, это, наверное, тоже несложно. А если подходите к тому и к другому, как к профессии, то все просто или сложно в зависимости от того, умеешь ли. То, что умеешь, оно вроде бы просто, да, а то, что не умеешь, оно, говоря, сложно. Наверное, так, да, и при этом я никогда не стремлюсь разбивать чьи-то точки зрения, потому что если человек считает, знаете, как, ведь менеджмент – это концептуальная теория, то есть она идет по принципу «если то», и там отсутствуют математические доказательства, поэтому если человек говорит «все это фигня, я все добился сам и плевал я на ваш менеджмент», ну, условно, в таком варианте, как бы литературно это не было сформулировано, ну, зачем убеждать такого человека? Убеждать можно того, кто не считает свои знания конечными и готов допустить, что существует еще нечто, что он не знает и что ему может быть полезно. При этом не значит, что он это нечто должен всасывать, как свинья помоет, безусловно, у него есть критический фильтр, да, но он готов вообще допустить, что есть вещи, которые ему до сих пор неведомы. Человек же, который полностью убежден, что он знает уже все, и никто ничего ему не может сказать, собственно, нахрена его в чем-то убеждать. Ну, пусть он живет в своей картине мира, да, до тех пор, пока ему можно будет в ней жить. Вот. А вот вопрос тогда тех, кто готов учиться. Да. За что, в принципе, компании, да, и предприниматели, в частности, готовы платить? За решение каких задач, за решение, за достижение каких результатов? Вы знаете, тут на это не будет ответа, все по-разному, да, и существует рынок, я бы сказал так, ну, если мы говорим о спросе, да, то существует спрос профессиональный, а именно, когда компания понимает, что столкнулась с какими-то вопросами, превосходящими уровень ее сегодняшних компетенций, неважно в чем, да, и она готова заплатить за то, что кто-то им предложит систему решения. Не путать с панацеей, волшебной таблеткой, сказочным дезодорантом и так далее, да. Это вот такой профессиональный спрос, я бы сказал, да. Не обязательно, и причем профессиональный спрос не обязательно предполагает формулирование жесткого ТЗ. Если компания может жестко сформулировать тех заданий консультанту, то это уже не профессиональный спрос, а суперпрофессиональный спрос, который встречается очень редко. Достаточно, если компания, понимая вопросы на каком-то симптомном уровне, хотя бы понимает, что решить их в рамках прежней компетенции она не может. А вот есть другой рынок, он гораздо более масштабный. Это рынок тех, кто покупается на рекламу, ешь, что хочешь, и худей, сидя перед телевизором. Но такой рынок существует не только в России, а во всем мире, он имеет миллиардные обороты, причем не только в индустрии красоты и здоровья, а в индустрии консалтинга тоже. Как говорил поэт, найдутся мухи, был бы мед. Если есть спрос на волшебные палочки, кремлевские таблетки, артефакты счастья и прочей хрени, то, безусловно, будет и предложение. Да, и предложений достаточно. Поэтому платить готовы люди за разное, и второй рынок, он как раз не готов платить за первое. Наоборот, когда он говорит, а продайте мне таблетку счастья, ему начинаешь говорить, дорогой товарищ, таблетки счастья не бывает, а вот есть такая система, а вы, ой, это все скучно, это все хреново, это все залом, это, в общем, как пел высотки, это все придумал Черчилль в 2018 году. Они не хотят слушать, они бегут искать тех, кто им продаст, скажет, да-да, дорогой товарищ, вам таблетка счастья, не вопрос, сейчас дадим вам какую, за сколько, сейчас продадим. Вот такая вот история, такие вот есть спросы. Поэтому разные компании готовы платить за разное. Второй рынок на порядок больше, чем первый. Ну, наверное, вот в области второго рынка они все-таки разочаровываются в конце, да? Нет, совсем не обязательно. И они тоже рады этому. Что вы, они не разочаровываются, они, бывает, отдыхают, продолжая хриплую свою идею проповедовать. Да, потому что мир несовершенен, и всегда можно объявить собственную идиотизм следствием мирового заговора, там, поганого бизнес-климата в России, дождем, встречным ветром и прочими зловредными инопланетянами, там, жидомасонами, ну, мало ли там, чего нам может помешать. Ясно. Ну, хотелось бы, наверное, еще перескочить на тему все-таки управления, да? Да, извините, забыл. Меня интересует, конечно, первый рынок, честно говоря. Более того, при столкновениях на каких-то дальних курсах, я, если без всякого снобизма четко замечаю, что требуется волшебная палочка, я мягко выхожу из контакта, и будет не совсем моя сфера, я их не продаю. Да, и если человек отказывается пересмотреть ТЗ, да, ну, тогда, собственно, не ко мне. Ясно. А вот скажите, вот, вашими же словами, наверное, говоря, если руководитель, он должен быть и мягким, и жестким, да? Да. Вот вы привозили такую метафору, мягким, как тигр, а не мягким, как медуза. Вот, как эту твердость, ну, мягкости, наверное, почти у всех, хватает руководителей, хотя, может быть, может быть, и нет. А как твердость наработать? Или как наработать мягкость, если у кого-то ее опыт пытки? Ну, да, такой вопрос, боец или миротворец, да? Если вы боец, то вы будете драться тогда, когда надо и когда не надо, да? А если вы миротворец, то вы, к сожалению, будете миротворцем тоже, когда надо и когда не надо, правда? Значит, кому чему учиться? Бойцу надо учиться, драться он уже, в общем, умеет, да? Ему можно учиться не драться. То есть, надо уметь драться, надо уметь не драться. Часто боец дерется, потому что не драться он просто не умеет, да? Значит, единственная реакция на ситуацию, это, собственно, набить фейс кому-то. Ну, в различных смыслах этого выражения. А тому, кто, наоборот, больше склонен дела решать миром, ему надо, наоборот, учиться драться, потому что он драться как раз не умеет, он умеет не драться. А как? Ну, осваивать технологии соответствующие. Знаете, как колоть кирпичи? Сначала ладошки надевать потихоньку. А есть, ну, какая-то вот... Есть методики, да, конечно, конечно. Ну, может быть, пример какой-нибудь? Вы знаете, для кого? Для миротворцев или для... Ну, мне интереснее для бойцов. Для бойцов. То есть, как научиться не драться, да? Да. Ну, хорошо, тогда... Я, в общем, не очень люблю, если откровенно, такие, знаете, простые советы, да, потому что я все-таки за систему. Это, знаете, как в рукопашном. Пытаться научиться одному смертельному удару без всяких глупостей, типа растяжек, координации, вообще довольно сложно, да? Ну, человек пришел в секцию, да, говорит, а вот покажи-ка мне какой-то... Суперприемчик. Суперприемчик, да. Вот, типа, хороший тренер, даже, что сказать-то, да, человеку? Ну, прием главное, да, там, он уже кимоно купил, он хочет Брюсу Литом подражать, условно, да? А ему говорят, ты вот посиди, помедитируй, там, да, дышать научись, там, да? Он говорит, да это же все хрень, я же не за этим пришел, мне вот прием покажите. Тренер правильно скажет, но я тебе покажу, ты же его не сделаешь, допустим, даже не увидишь, что я сделал с тобой, да? Ты стоишь, и вдруг упал. Так вот, я не очень, конечно, за приемы, но в рамках интервью, конечно, тоже, чтобы не мутить, попробую посоветовать кое-что, да? То я сначала выдам рекомендацию, а потом, может быть, если время позволяет, объясню, почему она должна сработать и вообще зачем она, да? Значит, рекомендация следующая, не спешите реагировать. То есть, между, вот, что бы ни происходило, считайте до трех, да, делайте паузу. Ну, опять, давайте договоримся сразу, что мы говорим об управленческой ситуации, а не о сцене в баре фанатов «Спартака», где вы пришли и крикнули «Зенит чемпион», что-нибудь в таком духе, да? Там другие техники начинают работать, мы говорим об управлении, да? То есть, вот, когда мы говорим об управлении, то тогда не надо спешить реагировать на безобразие, ибо ваша реакция может быть неверной. Да, значит, поэтому нужно не спешить реагировать, потому что реакция у того, кто привык драться, а ему надо научиться не драться, реакция у бойца одна, правый в челюсть, да? Ну, условный. Да? Ну, некий удар. Значит, ему надо вот не спешить действовать так, как он привык, а для этого научиться делать паузу. Научиться, естественно, паузу нужно делать не в ситуациях, вызывающих удар. В ситуациях, вызывающих удар, если техника паузы не поставлена, будет поздно, будет удар. Вот, значит, вот поэтому начинаем осваивать, что делать от того, что учимся не делать то, что делаем всегда. Вот, это первая часть. А дальше уже первое смотреть, что делать с ситуацией дальше. Просто включать аналитическую систему вашу. Дело в том, что первая работа, так называемая, рефлексивная, значит, базовые поставленные рефлексы, они срабатывают, да? Чем их можно, как можно подгрузить в голову, да, то есть логическую часть? Тем, что не спешить, не пускать рефлексивную сразу действовать. Вот, примерно так. Ясно, спасибо. Ну, то есть, как видите, технология совершенно конкретная, да, и в ней ничего нет заумного, но ее надо отрабатывать. То есть, это опять не мантра, да? Потому что ведь бывает часто другое. Мне говорят, а вот я попробовал, не работает. Я говорю, а вы попробовали когда, в какой момент? А вот возникла ситуация. Я говорю, ну, я же говорю, что надо пробовать до ситуации, да? А тогда есть шанс, что новая техника сработает в ситуации. Это, знаете, опять же, как в рукопашном, да, если вы там услышали про какой-то удар, и даже посмотрели, как его делают, а потом вдруг решили применить в драке. Почему-то не сработал. Удивительно, правда? Как же так? Я же его вот посмотрел уже. Я уже понял, как его делать, да? Но вы же его не отработали, поэтому не сработали. Но это умеет, не одно и то же. Да, вот тут примерно та же история, то есть, как видите, никаких чудес. То есть, и бойцу, ему надо, первое, научиться сдерживаться и, образно говоря, не драться, а второе, осваивать другие технологии воздействия. То есть, второй шаг, да? Потому что, окей, мы уже не бьем, а что делать-то, да? Если второе поле для нас закрыто, значит, его нужно изучать, то есть, изучать поле конструктивных переговоров, изучать поле, там, поиска компромиссов, общих решений, то есть, вот эта тема. Потому что она как раз поставлена у миротворца, да, который начинает уговаривать и разговаривать тогда, когда как раз, образно говоря, надо бить. Ну, наверное, все-таки не удержусь спросить, что же нужно миротворцу тогда. Миротворцу как раз, наоборот, нужно учиться понимать, где та грань добра и зла, за которой надо перестать разговаривать и начинать, собственно, техники уже какого-то такого принудительного воздействия. И все, что мы сейчас говорим, это можно отнести к такой компетенции в моей системе координат, которую я называю оперативным лидерством. Я выделяю 13 управленческих компетенций, да, одно из них вот называется оперативное лидерство. И к функциям, ну, как бы к задачам этой компетенции я отношу умение нормировать людей, умение их поощрять и умение их наказывать. Но, когда мы говорим об оперативном лидерстве, то нормировать, поощрять и наказывать имеется в виду нематериально, то есть исключительно морально. То есть эта компетенция отвечает за, так сказать, воздействие ментальное и моральное личность на личность, без погон, без званий и без компенсационных пакетов, то есть без денег. И вот, естественно, одна из компетенций, она охватывает вот то, что мы с вами обсуждали. Но это одна из 13 компетенций. Это, наверное, вот из вашей системы управления. Да, из моей системы координат, которую я не считаю конечной, ибо пока гуру менеджмента таблицы Менделеева еще не договорились. Что здорово мешает часто изучать это. Может быть, что-нибудь, еще какой-нибудь самый, не знаю, самый любимый управленческий прием? Нет, никаких. Вы знаете, в книге, ну, я не стремлюсь, конечно, я люблю цитаты, при этом понимаю, что есть такой термин начетчик, человек, который, ну, старается, как бы, выиграть дискуссию с помощью цитат, да. Но, с другой стороны, я знаю, что лучше великих иногда не скажешь. И в книге знаменитого самурая, мастера единоборств Ямамото Мусаси, книга «Пяти колец» знаменитая, да, там есть такая фраза, что лучше вообще не уметь ничего, чем быть зависимым от одного приема, от одного оружия. Хотя, если противоположная точка зрения, лучше уметь хорошо одно, чем вообще там уметь плохо много. Ну, давайте плохо много вообще не рассматривать. Поэтому я стараюсь как раз не зацикливаться на любимом приеме, ибо это проблема, да, чем шире, чем больше приемов, чем больше компетенций вы освоили профессионально, тем мягче управление, да, ну, что значит мягче? Оно комфортнее для управляемого, в этом смысле мягче. Ну, когда управляемый не чувствует дискомфорта, да, он понимает, что им управляют, но это не вызывает у него избыточного сопротивления, так сказать. И наоборот, чем меньшими компетенциями мы владеем на профессиональном уровне, а владеемыми как-то интуитивно, то тем, наверное, так, некомфортнее наши методики управления, нерезультативнее, неэффективнее, и тем, наверное, дискомфортнее тем, кем мы управляем. Ну, это, наверное, хорошо, когда дискомфорт, ну, он не вызывается просто так, ну, то есть, не всегда же хорошо, когда он в зоне комфорта постоянно находится. Нет, конечно, но, опять цитата, да, джентльмен, человек, который никогда никого, ни при каких обстоятельствах не оскорбляет случайно, ключевое слово случайно, так и профессионал, да, у него минимум случайных действий, и он должен, на мой взгляд, понимать профессионал в управлении, он должен понимать, какую степень комфорта и дискомфорта в данный момент и чем нужно создать, и, собственно, это делать, да. То есть, если он хочет мотивировать, он мотивирует, если хочет демотивировать, демотивирует, у него это через «упс» не получается. Поэтому я считаю, что термин «эксплуатация» не должен быть табуирован, если перед словом «эксплуатация» стоит профессиональное определение, да, эксплуатация, то объекту эксплуатации хуже не будет. Вот такое наглое утверждение. То есть, как инженер-эксплуатационник не будет делать плохо станку, так и руководитель-эксплуататор, в такой коннотации, да, он не будет делать плохо человеку, ибо зачем? Ну, без должного необходимости. Так, а зачем? Да, значит, наша задача, чтобы актив работал, работал в оптимальном режиме для дела, да, и мы понимаем, что если мы актив будем загонять под плинтус куда-то, да, то актив не будет работать в оптимальном режиме, он будет изнашиваться, он будет, что называется, козлить там, демотивироваться, да, и у нас появятся дополнительные геморы, а зачем она нам с вами? Ну, так по логике. Поэтому я слово эксплуатации считаю, он никак не должно быть табуированным, да, зачем? Профессионально. А профессионально для дела будет хорошо, ибо оборудование портировать мы не будем. Спасибо большое. Ну, наверное, уже в заключении, да, хотелось бы вас попросить что-нибудь из, ну, из вашего хобби, я знаю, что вы коллекционируете шутки, анекдоты. Про консультантов. Да, если можно, какой-нибудь, может быть, любимый, может быть, просто на скидку. Да, анекдот про выбор. Значит, консультантский. Значит, к одному мудрецу пришел человек, житель его селения, с просьбой помочь ему сделать выбор, он говорит, у меня есть два петуха, черный и белый. Говорит, оба петуха не разлей вода, там вместе других петухов гоняют, вместе кур топчут. Значит, вот, а кого-то резать надо, говорит, ты жалко, говорит, а тот, говорит, а в чем дилемма-то? Ну, белого зарезать, говорит, черный скучать будет, черного зарезать, белый скучать будет, говорит, прям не знаю, что делать. Ну, мудрец думал три дня, три ночи, ожидающий мудрого решения, там, в конец истощал, ну, я так коротко уже, да, тот, наконец, приходит, говорит, тот, говорит, режь черного. Говорит, так белый же скучать будет, а мудрец, говорит, так хрен с ним, пускай скучает. То есть, так выйдем же за уменьшение ограничений для решения бизнес-задач. Вот вопрос консалтерка. Спасибо большое, Александр. Пожалуйста, Кир. Замечательное хребри. А еще всем привет. Я сейчас нахожусь в своей любимой Риге. Пишу следующую книгу. В неком новогоднем настроении. Желаю всем успехов, удачи, радости, счастья в Номдале. Спасибо большое. С наступающим вас раздельством. Спасибо. Счастливо.